Всем привет! Вы смотрите канал TechUnion. Сегодня с вами посмотрим на очень интересный эффект. Выглядит он следующим образом и создадим мы его с вами с помощью бесплатного плагина для Motion 5. Поехали! Итак, ссылку на данные все пресеты я оставил в описании под этим видео. Переходите, скачивайте и перед собой увидите вот такую вот папочку. Здесь давайте откроем, например, седьмой. Здесь, кстати, можно даже и картинки менять. Но мы с вами возьмем что-то попроще для примера. Пусть это будет вот такой вот эффект. Мы с вами открываем Motion файл. Нам понадобится, естественно, Motion 5. Но здесь мы с вами можем видеть вот такую вот интересную анимацию. Теперь нам нужно сделать следующее. Во-первых, здесь нажимаем на Fit. И после этого здесь сверху находим плюсик и нажимаем с вами на клавишу Group. Далее два раза тыкаем по группе и называем ее видео. Далее у меня есть просто незамысловатое видео, которое я снял специально на iPhone. Заходим в загрузки. В моем случае я его по AirDrop сбрасывал. Ну и теперь я его перетаскиваю непосредственно уже в эту группу. Да, оно не совсем качественно, потому что снято, во-первых, на iPhone, во-вторых, в плохом освещении. Поскольку у меня снято в 4К, я выбираю видео, захожу в Inspector Properties и здесь ставлю 50%. После этого я данное видео перемещаю в самое начало и мы с вами получаем вот такой вот эффект. Сразу мы можем видеть, что наш эффект пропал, потому что нам нужно переместить это видео немножко ниже. Вот таким вот образом перетаскиваем и мы с вами можем наблюдать уже наш эффект. Теперь что мы делаем дальше? Нужно все это дело каким-то образом привязать друг к другу. Во-первых, мы с вами открываем Library, переходим в Behaviors, Basic, вернее Motion Tracking и здесь Analyze Motion и перетаскиваем на видео, которое мы загрузили. Теперь необходимо выбрать тот элемент на нашем видео, который постоянно будет в кадре. Переходим в Inspector и здесь вот я двигаю ползуночек и мы в увеличенном виде можем видеть, куда мы можем привязать наше значение. Лучше искать какой-то контрастный элемент, ну вот пусть будет, например, вот этот уголок. И нажимаем на клавишу Analyze. Нужно убедиться, что наш Playhead находится в самом начале, чтобы наше видео отследилось от начала до конца. Ну и, собственно, мы с вами ждем, пока данное отслеживание произойдет и добежит до конца. У нас уже есть 17%. Итак, после того, как наше отслеживание было завершено, мы с вами можем видеть большой набор точек. Мы пока и что им не пользуемся, а можем немножко сделать меньше Inspector, а точнее больше растянуть вот эту область с нашими слоями. А после этого мы переходим вот здесь, открываем вот эту вкладочку, а точнее следующую. И после этого мы видим вот этот Master Group. Мы его можем по скейлу сделать немножко меньше, для того, чтобы он не был у нас таким большим. И теперь что мы с вами делаем? Мы открываем еще раз Master Group и здесь имеется такая штука, как Control Points. Есть Control Point 1 и Control Point 2. Давайте начнем со второй Control Point, перетаскиваем ее в эту сторону. А теперь берем Control Point 1 и переносим его на ту точку, где мы, собственно, с вами делали отслеживание. В моем случае это где-то вот там. И тем самым можно немножко выше поднять эту штуку нашу, для того, чтобы все это выглядело красиво. Либо же, наоборот, можно ее отправить вообще в другую сторону. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это будет красивее. Теперь что мы делаем? Нужно это все привязать. У нас здесь ниже имеется Point 1 и Point 2. В нашем случае мы привязываем Point 1, поэтому выбираем Point 1. Переходим в Library и здесь берем эффект Match Move и перетаскиваем его на Point 1. После этого возвращаемся в Инспектор, нажимаем вот сюда на стрелку и здесь выбираем Analyze Motion. И после этой команды здесь выбираем Minimix Source. И теперь мы с вами можем просмотреть, что у нас получилось. Вот такой вот эффект у нас получился. Все привязано и так далее. Во-первых, как нужно, можно отредактировать текст. Все очень просто. Мы открыли Master Group, здесь нашли Label, здесь открыли вкладку Text, нашли наш текст. Выбрали здесь в Инспекторе Text и здесь в нашем случае давайте напишем все это дело Caps Lock. Итак, текст мы поменяли. Ну а для того, чтобы поменять цвета, мы сверху в самом выбираем Project. Ну и после этого здесь выбираем Inspector Project и здесь у нас есть уже, можно менять толщину наших полосочек, можно менять цвета. Например, сделать не желтый, а что-то более красное. Да, то же самое мы с вами можем сделать, например, с толщиной нашей полоски. То есть можно сделать ее тоньше. При этом все это остается привязанное и выглядит довольно-таки прикольно. Естественно, лучше видео перед этим загрузить в Final Cut, сделать ему цветокоррекцию, все покрасить, все приготовить, а потом загрузить в Motion. Как вывести с Motion? Нажимаем на вкладочку Share и здесь выбираем Export Movie. После этого открывается привычное для вас окно, почти как в Final Cut. Выбираем здесь Same as Source, все здесь оставляем по умолчанию. Здесь можно оставить Color plus Alpha, нам это не мешает. Нажимаем на клавишу Next, выбираем, куда мы хотим это сохранить. В нашем случае пусть это будет у нас Desktop. И все, наше сохранение начинается. Давайте сейчас сразу же проверим. По идее, все это дело должно автоматически сохраниться. Вернее, автоматически открыться после сохранения. Проверяем, как все это у нас сработает. И мы видим, появилось наше видео. Давайте его проиграем. Вот таким вот образом мы совершенно бесплатно смогли добиться вот такого прикольного эффекта. На этом все. Ссылку на данный эффект я оставил в описании под этим видео. Обязательно поддержите данное видео лайком, поскольку данный эффект меня просили уже показать довольно-таки давно. И сказать, как это можно сделать. Вот я вам рассказал. Поэтому в комментариях под этим видео пишите, что вы думаете об этом всем. Пишите новые идеи, они очень важные. Ну и также подписывайтесь на паблик-чат в Телеграме. Там много всего интересного. Видео там появляются намного раньше, чем на канале. Пока-пока.